Надзорная деятельность Краевой прокуратуры за прошедшие полгода уже принесла серьезные результаты. В ходе проверок пресечено 83 тысячи нарушений. Особое внимание направлено на защиту прав обманутых дольщиков. Возобновлены и активными темпами ведутся работы по завершению строительства более 20 многоквартирных домов, а это 3,5 тысячи квартир. Снесено 12 самовольно возведенных объектов. Инициировано принятие Краевого закона, предусматривающее предоставление субсидий местным бюджетам на возмещение затрат инвесторам, достраивающим проблемные дома высокой степени готовности. С начала года сданы 22 долгостроя, приличены новые инвесторы на еще 20 домов. Притом вот на эти 20 домов, где приличены инвесторы, работа не вылазила по некоторым домам уже больше 10 лет. Принципиальный был подход, и он дал вот такой еще темы результат. Принцип неотвратимости, он сработал в этом вопросе. То есть каждый понимал, что либо он достраивает, либо он несет ответственность, в том числе и уголовную. И вот этот принцип неотвратимости, он сыграл свою роль. И это тоже важно. И он во всем должен, принцип неотвратимости, быть, невзирая какую должность или социальное положение человек в обществе занимает. Принцип неотвратимости, главный принцип, при котором мы можем и сможем добиваться результата. Подобный подход неотвратимости наказания принес свои результаты и в борьбе с коррупцией. Неприкасаемых в этом вопросе нет, заметил прокурор края Сергей Табельский и привел наглядную статистику. Выявлено более 4,5 тысяч нарушений, за которые свыше тысячи лиц понесли дисциплинарную и административную ответственность. Для организации уголовного преследования следственным органам были направлены 54 материала в отношении коррупционеров. В судебном порядке инициировано возмещение 42 миллионов рублей, полученных чиновниками в результате незаконного обогащения. 31 недобросовестный представитель власти лишился своих полномочий в связи с утратой доверия, что является действенной антикоррупционной мерой. Тотальные проверки ждут и сферу жилищно-коммунального хозяйства региона. В частности, в поле зрения надзорного ведомства программа переселения людей из аварийного жилья в Краснодарском крае. Как и прежде, на особом контроле прокуроров остались вопросы обеспечения жильем лиц, проживающих в аварийных домах. Завершен финальный этап программы переселения граждан из аварийного жилья на 2013-2018 годы, в рамках которого 280 человек улучшили свои жилищные условия. С учетом принятия новой краевой программы, предусматривающей расселение почти 4000 человек, работа на данном направлении будет продолжена и должна быть усилена, коллеги. Особое внимание прокуроров губернатор попросил направить и на реализацию программы капитального ремонта многоквартирных домов. За все время в Краснодарском крае ни один годовой план не был выполнен вовремя. Проблемы преодолевают, решают люди. Неважно, это люди находятся в органах власти, либо находятся в форме вашей с прокурорскими погонами. А другие люди ждут результата. Это и есть жители нашего края. Поэтому нужен принципиальный подход, чтобы мы все-таки начали капитальный ремонт многоквартирных домов. Люди-то платят каждый месяц, и они хотят увидеть при жизни, что их дома ремонтируют. Поэтому здесь должна быть принципиальная позиция, потому что, коллеги, все вы живете в муниципальных образовании, каждый в своем. И вы видите, ремонтируется, либо не ремонтируется. И когда мы жестко будем держать руку на пульсе, то есть прокурорский надзор, и здесь я не боюсь, и коллегам тоже говорю. То есть прокурорский надзор – один из эффективных способов борьбы с фалакитой чиновников. Поэтому ваше принципиальное присутствие, даже незримое над чиновником любого уровня, муниципального, краевого, заставит его более эффективно работать. Благодаря эффективной работе самих прокуроров, жителям региона удалось вернуть долги по зарплатам на сумму свыше 200 миллионов рублей. Свои деньги получили и предприниматели, которым задолжали по муниципальным контрактам. Им выплатили 140 миллионов рублей.